Всем привет! В этом видео поговорим о ноде SetRange. Мы уже говорили про ноду Clump. SetRange умеет делать нечто подобное, но не совсем такая логика, не подобная к лампу. Но эта функция в неком смысле тоже заложена в нее. А что умеет делать SetRange? SetRange умеет сжимать и растягивать диапазон, диапазон наших чисел, наших значений, ну и чего-то другого там, цветов или еще чего-то. Вот чтобы понять как это все работает наглядно. Давайте мы создадим снова управляющий объект, управляемый объект, два объекта. Так, чтобы было виднее. Давайте вот так сделаем. Так, сменим наш фон и пусть будет еще один управляемый объект для того, чтобы дополнительно объяснить вообще как будет внутренний механизм SetRange. Так, далее переходим наш NodeEditor, так как мы будем говорить про ноды. Ага, и что мы делаем? Добавляем SetRange, SetRange. Окей. Добавили. И заглянем вовнутрь. Что мы имеем? Давайте лучше через атрибут Editor. У нас есть наше значение, подобаемое на вход. У нас есть минимальный порог, старый минимальный порог и старый максимальный порог. Что это означает? То есть, для начала, но тут все понятно. Это наше значение, которым подаем на вход. Input и наши. Далее мы говорим, в каком диапазоне будет, допустим, ну давайте будем будем считать, что это Translate. В каком диапазоне будет перемещаться наш объект и говорим, что не менее минус пяти и не более плюс пяти. Окей. Но, мы еще можем указать здесь еще один, как бы еще один параметр. Мы можем сказать, что раньше этот объект, он допустим там перемещался и его значение могло достигать минус двадцати. То есть, у управляемого объекта, у управляемого объекта могло быть значение минус двадцать. А максимальное могло быть плюс двадцать. Это, как бы, как сказать. Ну, чтобы это объяснить, давайте я наглядно все это соединю, подключу и будет понятно. Вот, значение мы установили в SetRange. Теперь подадим наш input. В данном случае, вот этот объект, он будет выполнять роль некого контроллера. Так, давайте добавим все эти три объекта. Окей. И изолируем шейпы, то есть, наоборот, от шейпов избавимся. И смотрим. Это наш драйвер, а это управляемые объекты. Пока отложим третий. И задействуем вот второй. Второй кубик. И как раз сейчас я вот покажу. Забираем транслейты. Забираем транслейты и подаем на... Так, где наш... А, вот value. Value. Translate. Все. Вот у нас входные параметры сразу заполнились. Видим, что у нас есть сдвиги по иксу. И также передаем output. Output также в Translate. Вот. Теперь мы видим, у нас есть управляющий объект. Есть управляемый объект, у которого вот тоже в Connect мы подаем некие значения из SetRanger. И посмотрим, какое значение сейчас у нашего TranslateX. Давайте установим минус 20. Минус 20. И посмотрим, какие значения принял управляемый объект. Минус 5. Окей. Так, давайте я эту вкладку скопирую, чтобы мы всегда видели, как меняются значения нашего управляемого объекта. Вот тут я ее ставлю. И теперь смотрим. Возвращаемся в SetRange и смотрим. Минимальное значение, максимальное значение. Но при этом на вход у нас подается 20. Но объект не принимает 20, он принимает минус 5. То есть мы перезаписали новый диапазон. Раньше он был минус 20, 20. Вот они. Старый. Ну вот как раз мы видим old. Old. Это значит старый. Старый диапазон минус 20 плюс 20. Новый диапазон. Это уже максимальное. Минус 5. 5. Теперь мы можем видеть. Так, я выделяю этот объект. Ну вот отследим. Вот здесь тоже будет минус 20. Я его перемещаю. И мы сразу можем увидеть, как меняются значения нашего управляемого объекта. Вот обратите внимание. Я перемещаю. Достиг значения 0. И здесь у нас тоже 0. Но теперь я перехожу область 20. Значение 20. И у нас снова 5. То есть максимальное значение у нас было 5. Перезаписанное значение. Вот. И теперь можем посмотреть, как это все будет перемещаться. Вот мы видим, что в какой-то момент даже у нас останавливается. Как в клампе. Мы можем тоже останавливать. То есть дальше этого значения у нас объект и не пойдет тоже. И плюс ко всему у нас установлен диапазон. Что можно с помощью этого сделать? Допустим, ну представьте себе, у нас есть объект. Сюда немножко сдвину. У нас есть там объект маятник. Он туда-сюда движется. А есть еще какой-то дополнительный маятник, который висит рядом с ним. Но он либо запаздывает, либо он движется уже не с такой интенсивностью, как вот этот наш главный драйвер. И мы можем просто взять и передать ему уже другие значения. Более растянутый диапазон. Вот мы это видим. И чтобы понять, как это все работает, мы на самом деле здесь алгоритм простой. В мы можем теперь как раз вот я создал бокс. На примере этого дополнительного бокса мы можем увидеть, как это все работает. Берем теперь еще разок. Создаем новый коннект. Но уже к нашему третьему боксу. Вот он. Но сюда мы будем подавать уже не через setRange, а через простое деление. Пусть это будет multiplyDivide. Вот. и подаем translate на вход. В данном случае нас интересует только x. Я буду забирать отсюда вот это значение x. И будем делить его. Ну как вы думаете на какое значение? Вот заглянем еще раз в ноду setRange. И посмотрим. Вот у нас было значение 20, было значение 5. 20 разделить на 5 у нас 4. Давайте будем делить на это значение. Divide. Так. Что дальше? Дальше мы передаем уже результат этого divide. Передаем в translate. ОК. И видим, что здесь у нас 5. 247. Там еще какие-то значения. Так. Давайте мы вот этот кубик обнулим. Так. Я что-то не установил. Divide. Так. Секунду. А. Ну все. Да. Вот он у нас встал на место. Секундочку. Давайте я только одно значение передам. Потому что он перекрывает его. Давайте только только x. Только значение x. Чтобы у нас сильно это все не сдвигалось и не перекрывал один кубик другой. Так. И давайте еще раз теперь посмотрим. Я передвигаю объект по x. И мы видим, что они, в принципе, ну когда он доходит до нужного, как бы, входит в нужный диапазон, он выполняет абсолютно ту же функцию. Та же функция деления. По сути, что у нас тут происходит? Чтобы более наглядно объяснить. Вот. Представьте себе. Есть диапазон 20. И мы его, ну, простым способом, как бы, простым делением мы его делим. И получаем вот такой, как бы, сокращенный диапазон. То есть теперь у нас наше интенсивное перемещение, оно не будет уже так же интенсивно перемещать наш управляемый объект. Потому что мы его значение разделили. По сути, здесь происходит простое деление. Простое деление, но setRange, он удобен. Он удобен тем, что это нам не надо здесь какие-то значения вписывать сюда. Вот как в случае с Multiply Divide. Нам не надо вот сюда вписывать какие-то значения, вычислять заранее какие-то параметры, знать их. То есть нам это всего не нужно. Мы открываем наш setRange и уже сюда можем какие-то уже абстрактные наши параметры, какие-то, может, на глаз выявленные, может, еще какие-то, ну, писать их сюда. И будем получать новый диапазон движения. Либо он будет растянут, либо ужат. То есть смысл такой. Мы либо растягиваем, либо сжимаем наш диапазон. Еще раз. У нас есть входной параметр. Я бы только x рассматривать. У нас есть входной параметр. У нас есть, далее уже идут два поля. Это новые диапазоны, перезаписанные, минимальное значение, максимальное значение. И старые диапазоны, ну, как бы для того, чтобы нода setRange понимала, что на что делить. И выбираем наш старый диапазон. Минус 20, 20. Все. Таким способом происходит просто деление этих значений на эти значения. И в итоге уже это все пропорционально передается уже нашим объектам. То есть здесь такая довольно простая математика на самом деле. Просто, чтобы вы понимали, что вообще из себя представляет нода setRange и где она может быть использована, удобна ли она или нет. Ну, в целом, можно заменить кламп и мультиплай девайд одной нодой. Ну, такое. Где-то это может пригодиться на самом деле. Просто держите это в голове. И по мере поступления задачи вы сами уже сможете заметить, да, действительно, можно ли применить. Нельзя. Все. Про ноду setRange у меня все. Всем спасибо. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok